Микс Ньюз. Мы тонем в мире знаков. Что мы видим вокруг? Как мы смотрим на мир? Беседы о визуальном в современной культуре с питерским дизайнером Даниилом Вяткиным. В программе «На первый взгляд». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «На первый взгляд» в рамках «Культ просвета». И сегодня здесь из студии в Риге мы поговорим с нашим гостем, художником, графическим и книжным дизайном из Санкт-Петербурга Даниилом Вяткиным. Добрый день. Добрый день. В эти дни Даниил работает в Риге в мемориале Жаниса Липкина над созданием новой выставки, которая лаконично называется «В шкафу». И есть некоторый подзаголовок «Нам всем есть что скрывать». И сейчас у меня есть возможность полистать этот каталог, каталог выставки, который откроется 16 октября этого года в мемориале. И поэтому сегодня днем у вас есть возможность прослушать рассказ о том, как создается эта выставка, каковы основные идеи, что скрывается в шкафу, что можно там обнаружить и каким образом можно участвовать в этих поисках. И я хочу напомнить, что вы, уважаемые радиослушатели, всегда являетесь неотъемлемой частью нашей беседы, нашей дискуссии. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также оставляйте свои сообщения и комментарии по номеру на WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. Итак, Данил, я хотел бы начать с следующего момента. Во время работы над выставкой постоянно появляются какие-то новые значения, что-то меняется, и в результате наверняка даже самим авторам выставки не всегда понятно, что в конце концов будет открыто и доступно посетителям. Но я бы хотел, чтобы ты коротко рассказал, а как, собственно говоря, появилась идея этой выставки. И, может быть, мы могли бы потом немного поговорить на тему названия. На самом деле, как всегда, как все хорошее, все появляется совершенно случайно. Я, на самом деле, просто сидел в музее, когда еще работал в эрарте. У меня было отвратительное настроение. И в качестве метафоры вот такого вот своего настроения у меня почему-то стали вырисовываться на листочках бумажки и такие вот красообразные существа, такие болезненные, запуганные, какие-то такие странноватые. У каждого было какое-то свое направление вот этого вот, не знаю, расстройства, что ли, еще что-то такое. И на каком-то этапе они просто заполнили весь, все пространство вокруг меня. Они лежали на столе, под столом, на мониторе, там на системном блоке, сели на стене, просто уже окружали. И, так сказать, предложение, поступило предложение из зала, что, а вот если взять их все и собрать из них, как бы, такую выставку. И тогда появилась вот первая самая наметка такая, что вообще из этого может хоть что-нибудь получиться. Ну и потом понемножку, понемножку, сначала, сначала был только стол облепленный, потом стало понятно, что стол это совершенно не та идея, которая, совершенно не то, что нужно облеплять этими рисунками, не то пространство, в котором их нужно размещать. Появилась идея шкафа, вот этих всех, известная вот эта вот формула, у каждого есть какие-то скелеты в шкафу. А тут вот получилось так, что не только скелеты, но и какие-то и чувства, и желания, и порывы, и все-все-все на свете. И все, что вот мы там, там вот этому вот шкафу прячем. Вот как-то так. Иными словами, шкаф – это такая иносказательная форма, рамки для того, чтобы нисколько прятать, чтобы все-таки что-то открыть и обнаружить. Ну вот получается, что и так, и так. Получается, что и так, и так. С одной стороны, мы всегда же прячем куда-нибудь, да. А с другой стороны, всегда интересно, там, не знаю, вот приезжаете вы к бабушке, например, которую давно не видели. Интересно же, что у нее там в каком-нибудь комоде лежит, или еще что-нибудь. Там какие-то странные вещи могут находиться, которые ты даже, может быть, не знаешь их значения. Ну представьте себя в детстве, да. Вот вы приезжаете, а там вот этот вот какой-то вот старый-старый шкаф, короче, и он пахнет по-особенному. И вещи там не все знакомы, точнее, даже большинство незнакомых. Что-то из совершенно другой эпохи может оказаться, да. Вот, и все это всегда интересно. А с другой стороны, туда можно залезть, как бы, и отгородиться от всего мира, да, и самого себя спрятать. От окружающих, от звуков, и даже, может быть, даже от самого себя. А почему крыса? Или, как ты сказал, крысаобразные, болезненные существа? Ну вот, опять-таки, сам вот этот вот образ, он появился абсолютно случайно. То есть это было такое выражение настроения, сгусток настроения. Да, это было просто сгусток настроения. И вот именно в таком вот образе наиболее точно выражались мои эмоции в то время, и чувства, и переживания. А потом, конечно, этому всему, естественно, нашлось логичное объяснение. Потому что, действительно, крысы, они прячутся, да, это то, что мы не хотим показывать. Мы всегда стесняемся того, что там, ой, у нас крысы, нет-нет-нет, вот они где-то там далеко, а мы вот здесь. Они там где-то в подвалах, где-то далеко, где-то в подполе, где-то там между стенами где-то прячутся, да, и мы стараемся вот о них не думать никогда, не показывать, и вообще желательно максимально закрыть на это глаза. И вот эти эмоции, которые там нарисованы, они вот похожи на ту жизнь, которую ведут крысы, и на то, как мы к ним вообще, в принципе, относимся. То есть и крысы, и вот эти вот эмоции, да, получается, что мы скрываем и от других, и от себя. Ну и, наверное, ну и вообще крысовой образ такой интересный и странноватый, и такой пугающий немножечко. Пугающий, но, может быть, неоднозначный? Ну, неоднозначный, конечно. Крысы могут отталкивать, отпугивать, но ведь они на самом деле, как коллективные животные, кстати, и заботятся друг о друге. Опять-таки, опять-таки. И могут уничтожать друг друга. Могут съесть, да, могут и сожрать. Но, в общем, мы похожи, конечно. Хорошо, твой личный опыт общения с крысами был? Ты встречал их где-то? Они пробегали где-нибудь, ты обнаружил где-нибудь их? Или они, скорее, все-таки для тебя такие полумифические, сказочные такие существа, или кто-то о них рассказывал? Ну, вот, опять-таки. Сам встречал крыс? Ну, конечно, в Питере полно крыс. Например. Они там носятся постоянно. А с другой стороны, да, там детские воспоминания, да, там о черепашках-ниндзе, да, и там вот этот вот крыс один из самых главных положительных героев. И вот с детства, как бы, вот такая, с одной стороны, вроде как нежность к этому существу, потому что действительно очень такой, вот такая глуповатое, глупое детское отношение, абсолютно до сих пор сохранилось. И нельзя просто вот ее ногой расшифрнуть, да, потому что ты сразу вспоминаешь вот ту вот крысу из мультика, которую ты тогда видел, например, или там из другого какого-то мультика. И все равно получается такое двоякое отношение, да, с одной стороны, вроде как жуть-жуть-жуть, а с другой стороны вот это вот детское впечатление, да, оно все равно немножко как бы выправляет это в другую сторону. Ну и потом, на самом деле, мультипликация немножко реабилитировала крыс. Конечно, конечно. И мультики, и комиксы, и иллюстрации там в европейских книжках. Ты уже... Я говорю, что это не всегда... Выставка, она немножко про эти самые, про вот те детские переживания, на самом деле в большей степени, которые у нас есть, которые у нас вот из того времени остались, да, они куда-то там запакованы, засунуты, не показываются, да, чтобы мы могли, может быть, попробовать, по крайней мере, их вспомнить, вот, как-то их поднять, может быть, пережить заново, и тогда, может быть, даже и отпустить. Ну, это в идеальном случае, конечно. Вот, если бы люди, пришедшие на выставку, и люди, открывшие вот этот вот шкаф, да, у них бы вот что-то там такое внутри поднялось, и, возможно, они что-то вспомнили, было бы очень здорово, если бы они это попробовали хотя бы пережить, или хотя бы просто задуматься об этом еще раз, да, и, возможно, если это, допустим, что-то такое, может быть, не очень доброе, да, то отпустить, а если, например, это какое-то, всплывет какое-то доброе воспоминание, например, да, то, наоборот, там, не знаю, порадоваться на каком-то этапе, там еще что-то. Мы постепенно приближаемся к твоему шкафу. Скажи, пожалуйста, тебе удавалось отпускать темное? Ты можешь сказать, что что-то ты отпустил? Вот открывая твой шкаф, ты можешь обнаружить, что место осталось, фантом остался, но все, тема ушла, боль затихла. Ой-ой-ой, мы превращаемся в клуб психологической помощи? Нет, никаким образом, нет-нет-нет, мы проведем, нет-нет-нет, потом мы проведем мостик к твоему творчеству, поверьте. Хорошо, ну, конечно, конечно, ну, это постоянно, постоянно, это процесс непрерывный, по-моему, ты постоянно что-то вспоминаешь, потом отпускаешь, потом к чему-то радуешься, и это непрерывный процесс, что-то снова накапливается за время жизни, да. Но главное вовремя это все разглядеть, рассмотреть, и сделать так, чтобы в этом не было привязки к чему-то, к прошлому, к каким-то событиям, которые произошли, и ты не хочешь их больше там видеть, знать, но тебе надо их пережить, чтобы они больше тебя назад не тянули никогда. К сожалению, во многом эта тема распространяется на коллективное восприятие, например, латвийская история полна подобных шкафов, или скорее темных мест, Я думаю, что любая история, на самом деле, полна, там много всего. А если не замечать? А зачем? Ну, хотя потому что есть душевная лень, она может быть и индивидуальная, и коллективная, да, то есть... Да, очень удобная штука, душевная лень. Да, конечно, все равно скребутся. Скребутся, да. Ну, конечно, ты же все равно слышишь, ты же не можешь не замечать их совсем. Ты их скрываешь, но они же там под полом все равно скребутся, и грызут твой сыр. Да, да, тема сыра. Очень болезненная тема. Хорошо. Если, как ты сказал, в Петербурге полно крыс, как насчет шкафов? Ведь многие... Я знаю, что ты увлекаешься, как бы коллекционируешь каким-то образом коммунальные квартиры, да? Ведь эти квартиры, часть из них расформированы, кто-то что-то купил, отремонтировал, значит... В этом плане Петербург столица коммунальных квартир был и, наверное, остается, еще долгое время будет. Но в них ведь столько слоев. Эти комоды как раз могли быть там и от прабабушек, да? То есть что-то просто никогда не сдвигалось с места или перегородило там дверь между столовой и библиотекой, куда кого-то уплотнили, да? Да, но это обязательный предмет интерьера такой. Ну, а... А на улицах появляются эти шкафы? Да, бывают. Евроремонт очень нанес? Последнее время меньше, да. Меньше? Да. Раньше, вот буквально за несколько лет количество выбрасываемой старой мебели на помойках, да? Она сократилась. И стало не так интересно. А так всегда было очень интересно ходить, конечно, потому что... Ну, это вот тоже... Где-то наверняка, наверняка, где-то вот там вот была, проскальзывала в памяти картинка, где какой-нибудь старый стоит дореволюционный шкаф, и в нем там ползают вот эти вот крыски какие-то, да, и что-то такое. Да, вот тоже, вот где оно сейчас, где это воспоминание искать, да, и как оно, каким образом оно трансформировалось и повернулось, и теперь вот выглядит так, как это выглядит, собственно, на выставке. А в твоих воспоминаниях подобный шкаф был? Где-нибудь ты его можешь обновить? Был шкаф, был и шкаф, и комод был, и даже несколько шкафов. А у дедушки с бабушкой были такие вещи, которые были с разного назначения совершенно, но это самое... Ну, со всякими... Был даже ящик, был семейный ящик такой специальный. Вот, то есть, да, но, к сожалению, вот ящик совсем мелкая форма, там не удалось бы разместить, мне кажется, все, что... Был специальный ящик. У меня дед был одним из тех, кто в 62-64 год был на Кубе, когда вот это вот была граница между, значит, миром и войной, и чуть до ядерной войны не дошло, да? И вот это вот все вот тогда вот наши... Он был в составе советских войсков. Да, 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 на Кубе. И, с одной стороны, конечно, это такое... Ну, жуть-то на самом деле, да? С другой стороны, это же тот редкий случай, когда человек, советский человек мог побывать за границей, да? Причем настолько экзотически за границей, которые... Да, 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 да. У нас в семье была такая штука, которая называлась «Кубинский ящик». Значит, в нем были вещи, которые были собраны на Кубе, да? Естественно, ну, что это там, какие-то журналы, комиксы, какие-то сигары, там, какие-то там, может быть, там, не знаю, бутылки, какие-то еще что-то. Ну, то, чего, в принципе, довольно сложно было увидеть, да, в советском быту. Вот. И это такой вот особой атмосферой, обладающей какой-то этот сам, да, вот, пожалуйста. Поэтому абсолютно непонятно, что может, на самом деле, возбудить вот эти воспоминания, да, поднять их. Вот мне вот скажи «Кубинский ящик», да, у меня сразу там миллион будет ассоциаций, да? А для большинства это, как бы, ни о чем не говорит. Поэтому я пытался вот это пространство, этого шкафа наполнить совершенно какими-то, может быть, разными, совершенно, может быть, диаметрально противоположными, их взаимосключающими даже зачастую, иллюстрациями, чтобы попробовать максимально охватить вот эту вот человеческую память. — Таким образом шкаф становится выставочным пространством в другом выставочном пространстве. — Это такая, да, 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 да. Получается, это такая, это, с одной стороны, и объект, и пространство, то есть это и объект, и выставка одновременно. То есть это вроде, это такая абсолютно точечная структура, да, она сжата до того минимума, которое мне удалось ее сжать, да, заархивирована, заархивирована, собственно говоря, со шкафа, да. А с другой стороны, это выставка, то есть, ну, как дверь в Нарнию этот, опять-таки, вот еще одна ассоциация, да, шкаф, вот как дверь в Нарнию. Вот как у кого... — Нечто сказочное, и в то же время что-то, что может быть опасное. — А вот у кого какая сказка? У кого какая сказка? Может, в страшную сказку, да, может, в Мордор, да, а может быть, в этот самый, а может быть, наоборот, вот, в Алису в стране чудес, да. — Скажи, пожалуйста, таким образом у тебя были какие-то четкие представления и требования к шкафу? Вот ты совершал отбор, да? У какого шкафа не было бы надежды попасть на выставку, а кто, вот, в целом говоря, победил? Я понимаю, что всегда частично это случайность, мы никогда не знаем, что можно найти, но... — Нет, так в итоге получилось, что это случайность, на самом деле, да, но опять-таки, с чего мы и начинаем разговор. Современный шкаф бы не смог. У него нет практически никаких... — Да, нет памяти. Он вот настолько современный, настолько вот свеженький, вот, светленький. — Светленький? Ну, даже тёмненький. Но он светленький или тёмненький абсолютно формально, то есть внешне. А внутренних никаких ассоциаций, естественно, он вызвать не может. Ну, или, по крайней мере, скорее всего, не может вызвать необходимых ассоциаций у людей, которые придут и будут в состоянии оценить, может быть, вот эту выставку. Потому что, ну, что можно... Какая память может быть у вечера, которая там два-три года, непонятно. Чем больше, чем больше, естественно, тем лучше. — А могут ли вообще современные шкафы, допустим, встроенные, вообще стать когда-то предметом, хранителем памяти? Это-то должна быть солидная древесина, может быть, немножко поточенная, там, червячками, может быть, заляпанная чернилами. — Ну, это вопрос, на самом деле, по большому счёту гораздо шире, чем вопрос о конкретном каком-то предмете мебели. Все равно вот эта история, она гораздо шире. И до сих пор, например, ну, я не знаю, любой предмет, назови, меч, да? Вот меч вызывает ассоциации. Это предмет, который существует десятилетиями, да, и он актуален до сих пор. А вот мобильный телефон, например, уже не существует в памяти, по большому счёту. Он потихонечку уже стирается. — Почему? Ведь, например, есть некоторые движения среди хипстеров, которые там используют только старую Nokia, без всевозможных смартфонов и технологий, и приложений. — Ну, и надолго ли их хватит? — Ну, это для них некоторая культурная манифестация. То есть они это садзируют с некоторым таким, может быть, даже франдёрством, каким-то там сопротивлением. — Есть такое, но это всё равно достаточно узкая сфера такая. А телефон с кнопками, да, он как форма, да, он уже немножко потерялся, да, и не присутствует уже в, скажем так, в пространстве в каком-то вот таком постоянном, как… Вот даже если взять, не знаю, интерфейсы мобильных приложений, там сайтов, там рисуются ещё какие-то телефоны, телефонные трубочки, да, но это просто иконка на экране, да, это не… У этого предмета уже по большому счёту в реальности привязки никакой нет. И как предмет он тоже постепенно стирается, стирается даже, и опять-таки, ну, парадоксально то, что вот меч останется, да, но он тысячелетиями был, да, щит останется. Да, а вот телефон, вот его век был настолько недолг, что он уже потихонечку-птихонечку-птихонечку растворяется. То есть, по сути дела, около ста лет. Сто лет, да. Столи-менее. Вот, и поэтому, да, естественно, чем вот старше вещь, да, вот тем больше у неё каких-то ассоциаций, каких-то культурных там параллелей, да, да, да. И нам проще, проще как-то поставить её в собственную жизнь, наверное, или в собственное мировосприятие. Если мы немного продолжим на эту тему беседу, то, если мы говорим об истротечности каких-то материальных предметов или технологий, ты можешь себе представить старый, такой умудрённый, встроенный шкаф из современных, допустим, металлических конструкций и каких-то... Вот из металлических могу. Да? А если у него там как-нибудь пластмасса... А вот из пластмасса уже сложнее, да, наверное. То есть иным образом... Это какая-то... Дело в том, что это какая-то совершенно уникальная должна быть вещь. Вот, вот, типа как из музея дизайна. Вот такая вот. Потому что она там застыла вот... А, да, 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 у неё есть вот эта вот какая-то ассоциация там с чем-то, или, может быть, ценность какая-то. А большинство предметов, к сожалению, рассыпаются быстрее, чем успевают их вот эту ценность какую-то некоторую приобрести. Итак, первым требованием к этому шкафу был его возраст. Ну, пожалуй, да, пожалуй. Формы? Ну, любые, на самом деле. Единственное, что нужно было, какое-то количество отсеков, в которых можно было бы порыться. Отсеки подразумевается и несколько створок. Естественно, да, конечно. Иными словами, этот шкаф становится... Ну, он как книжка-раскладушка такая. То есть раскрываешь, а в ней... Шкаф листается. Да, шкаф листается. Шкаф листается. Или как у Кэролла было определение слова-бумажники. Да, это как шкаф бумажник. Расскрываешь, а там несколько отделений. И в каждом отделении своя какая-то история. Тут такая история, тут такая история. То есть она уже не... Ну, это не просто материальный объект, да, в котором просто лежат вещи, да, а с каждым, скажем, этим предметом может возникнуть какая-то ассоциация. Да, там есть некоторые полки, которые рассказывают историю только на одну тему, например. Или там вешалки, на которых есть только одна тема. Там семейные, там, или отношение к смерти, например, или еще что-то, да. Есть в которых, в которых... Есть ящики-свалки, да, в которых просто напихана всякая мелочевка, которая... Которую просто некуда больше одевать. Да, вот и она там валяется. Кстати, мне кажется, всегда сабли самые интересные в шкафах вот отделения, в которых ты можешь шариться до бесконечности, да. Что там, где, куда, откуда эта вещь взялась. И она там лежит десятилетиями, да. Ты только достаешь ее, что это... А это там привезли, оттуда, то-то, 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 то-то. Вот. И каждое отделение, оно, в принципе, имеет какой-то более-менее свой собственный характер и какое-то свое настроение, наверное. О настроении и о дальнейших критериях к выбору шкафа мы поговорим буквально через несколько минут после небольшого перерыва. Мы вернулись в студию, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы беседуем с петербургским дизайнером и художником Данилом Вяткиным о его новой выставке, которая открывается 16 октября этого года в мемориале Жанни Солибки здесь, в Риге, под названием «Шкафу». Нам всем есть, что скрывать таков подзаголовок этой выставки. И мы продолжаем листать каталог. И на обложке мы видим двудверный шкаф. И в левом углу мы видим, что крыси прижали хвост. Не удалось полностью скрыться. Какие-то следы присутствия этого отпугивающего животного остались. И в первой части нашей беседы мы поговорили о том, каковы были, собственно говоря, требования к выбору объекта, шкафа, который там становится не только объектом, но еще и условно-выставочной площадкой. Данил, возвращаемся к теме шкафа. В нем должно было присутствовать несколько отсеков. Отсеки, я понял, опять же, из нашей первой части, они обладают как бы своей функцией. Это отсеки, где можно найти всевозможную мелочевку, которая может рассказать о чем-то, что нам не было известно. Что-то находится на вешалках. А каковы темы? Несколько ты уже упомянул. Может быть, можно немного расширить этот список. На самом деле, я просто так, когда там с кем-то беседовал, так или иначе задевал какие-то темы вот этих вот каких-то переживаний, страхов и так далее. И периодически у людей выходили какие-то свои отношения к этому всему, какие-то их личные переживания. И некоторые из них становились темами для рисунков. Так получается, что, во-первых, большинство этих страхов, они довольно проблематично визуализируемы, да, и просто, например, сказать, что, там, я не знаю, я, например, ну, у кого-то, например, был дикий страх того, что он, например, в детстве был слишком высокий, да, условно говоря. Ты не можешь просто нарисовать очень высокую крысу, да, потому что ее не с чем сравнить. Она сразу обязательно обрастает какими-то дополнительными, да, персонажами и так далее, и так далее. Вот. А некоторые, некоторые как раз, наоборот, визуализируются очень просто, да. Не знаю, например, та же самая тема смерти, да, и с ней, с ней проще, да, или... Может быть, иногда тема любви, да, вот картинка, которая сделана на тему любви, да, она родилась сама по себе просто так, да, достаточно легко. При этом, чем хороша, да, и чем плоха сразу же всегда вот эта условность, условность этих рисунков, да, тем, что она может передать одновременно одновременно очень широкий спектр тем за счет одного, вроде бы один и тот же сюжет, да, но считать его можно абсолютно по-разному. И в одной и той же картинке, да, можно увидеть, например, школьников, дразнящих своего коллегу, а можно увидеть классовое неравенство, а можно увидеть, ну, не знаю, что... Можно увидеть там просто, просто, не знаю, там, пассивность, скромность и активную жизненную позицию и так далее. И, ну, может быть, мне кажется даже, что это и хорошо, потому что это расширяет количество сюжетов, которые можно в этих картинках считать. И они получаются неоднозначные, неточечные, да, немножко как будто туманные, размытые, но при этом спектр вот этот, возможно, возможно, людей, которые их оценят и воспримут, да, он будет гораздо шире. Я хотел бы немножко зацепиться, вот как сознание зацепилось во время твоего разговора, твоего рассказа по поводу темы любви и любовь и крыса, как бы любовь эта сакральная, священная, светлая, там, разливающаяся лучами, неважно, мы можем любое пафосное, скажем, описание придумать, и тут вдруг крыса. Потому что изначально мы всё-таки говорим о том, что репутацию у этого животного подмочена, да, и она всё-таки отмугивает. Но в первую же очередь это же не... Как ты соединяешь эти регистры? Ой, легко. Хорошо, объясни. Опять-таки, да, основная же тема, это вот тот, что идет подстрочником, нам есть что скрывать, да, ведь довольно часто получается такое, что что-то есть какие-то, какие-то... Даже любовь мы иногда вынуждены, да, скрывать, там, опять-таки, по разным причинам, да, возможно, потому что считаем себя недостойными этой любви, да. И все чувства, да, когда они настолько... Ну, я думаю, что то место, где мы это всё скрываем, оно, на самом деле, тоже не сильно большое, да, и у себя, у нас внутри. И когда мы много туда вот этих вот чувств, да, начинаем закапывать, закапывать, они вот тоже как какие-то, не знаю, там, как бумажные листы, да, начинают комкаться, как-то сваливаться, да, крошиться, как-то утрамбовываться и так далее. И в итоге, возможно, могут принимать какие-то такие странноватые формы, да, уже не похожие на изначально там высокое, да, какое-то чувство там, возможно, да, оно становится немножко таким тоже болезненным, каким-то сломленным и так далее. И вот иллюстрации, они вот именно вот об этом состоянии чувств наших, когда вот они уже там спрятаны, уже там лежат, да, вот мы их туда запихнули, вот этот самый тёмный угол, да. И изначально уже что-то спрятано, да. Какой-то свет от них ещё исходит, но мы их уже своим вот этим вот недоверием либо к себе, либо к окружающим, либо тем недоверием, которые испытывают окружающие к нам, да, всё-таки мы их уже скомкали, куда-то убрали, и там вот они где-то там лежат. Поэтому они и похожи на эти чувства, да, и не похожи одновременно. То же самое можно сказать, да, там про дружбу, про ещё что-то. Вот. И поэтому мне кажется, что, ну, вполне органично получается такое, что любовь имеет форму, можно так сказать, вообще любовь имеет форму крысы. Это трудоматый способ. Я и говорю о том, что соединяешься эти регистры, это очень легко, но они как бы достаточно неожиданны в восприятии или вине. Мы ожидаем другого, да. Мы ожидаем, ну, по меньшей мере, маленькую пушистую мышку, а не какую-нибудь лохматую, серую волосатую крысу с розовым толстым хвостом. Ну, я не знаю, можно вспомнить, можно вспомнить, вспомнить, там, не знаю, Франкенштейна, да, вспомните вот это уродливое, уродливое, жуткое существо, да, и насколько оно, в принципе, в обращении к своему создателю, да, оно было насколько тонким, насколько нежным, да, и вот если перечитывать не вот как бы саму книгу, да, не ее... Экронизация. Экронизация, да, какие-то там самые... Там же абсолютно романтический, романтический образ этого Франкенштейна, ой, франкенштейна, монстра Франкенштейна, да, который мучается, страдает и при этом испытывает действительно очень глубокие какие-то чувства, глубокие эмоции, да, и очень сильно переживает из-за себя, из-за своих взаимоотношений, своего места в этом мире. Так что... Нет, это то, что... А снаружи абсолютно ужасно какое-то существо, собранное из клочков, неизвестно просто чего, даже, уже даже непонятно, да, невозможно отобразить это все. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы снова привлечь вас к нашей беседе, призывая звонить по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939. Оставляйте также свои комментарии и вопросы на WhatsApp и SMS по телефону 206191. Вернусь снова к вопросу о том, что находится в шкафу, вернее, на каких материалах. Я понял, что ты особое внимание уделял не только возрасту шкафа, формам и сюжетам, но и бумаге, на которой эти крысы изображены. Да, я изначально хотелось, но опять-таки, у материала, на котором должны были быть изображены эти штуки, тоже должен был обладать какой-то хотя бы минимальной историей. Вначале я думал, что может быть просто взять какие-то старые обои, но потом понял, что на самом деле шкафов, которые обклеены изнутри обоями, их вообще не так много. Это во-первых, а во-вторых, совершенно непонятно, каким образом на них располагается. То есть, это получалось единое целое полотно, которое не разделяется на отдельные, да, какие-то возможные эмоции, а является просто таким, ну, чем-то таким монументальным. То есть, баталья, батальная сцена человеческих эмоций. Ну, это было бы как-то странно. Поэтому я специально поехал на, есть в Петербурге такое замечательное место, как Удильный рынок. Это огромный, огромный блошиный рынок, где можно, в принципе, найти все. Вот. И нашел там, значит, старые, лежащие у людей с 90-х годов или даже с советских времен какие-то тетради, записные книжки, какие-то грузбухи, еще что-то, которые, самое интересное, что в них тоже была история, потому что когда я их увидел, да, искал их, искал их, искал, искал, увидел, мне показалось, что они чистые. Просто абсолютно чистые новые книжки, эти самые тетрадки. Я их схватил, и потом уже, когда потом он стал переглядывать, я увидел, что оттуда вырваны страницы. Вот это вот как раз, вот это, с одной стороны, вот эта передача есть, а с другой стороны, получается, что ими уже кто-то пользовался, у них была уже история, да, в них вложены, в принципе, даже если присмотреться, там видно какие-то отпечатки, вот того, что там писали, можно было восстановить. что-то там было, вот это, какие-то следы, следы предыдущих владельцев, да, и они уже тоже, ну, как будто немножечко подзаряжены какой-то своей историей, вот этой вот. Это не особенность нашего культурного периода, что мы с удовольствием рассматриваем когда-то кем-то написанное, вырвано и уничтожено, а сами перестали писать что-то новое. Ну, даже не знаю. Может быть и так, может быть и так. Если мы немного, скажем, на мгновение отойдем от твоей выставки, как ты, как художник, считаешь список значений, которые можно было бы, я знаю, притворять в различных жанрах художественной фантазии, исчерпался? Мы все уже написали? Нет впечатлений о том, что все, дано сказано, и лучше стоит отложить карандаш в сторону, или там... Мы, по-моему, затрагивали эту тему когда-то. А какая разница, собственно говоря, есть ли... У нас есть звонок, прижимая установление. Надевай, пожалуйста, наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. А вот как вы относитесь к такому поверью, что вот многие говорят, что нельзя покупать и вот на блошины и приобретать старые вещи, потому что на многих из них может быть негатив, который когда-то был у хозяев, и вот этот негатив может перейти и на нового владельца. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, во-первых, вопрос, конечно, говорит о том, что вот эта тема со старыми какими-то предметами, да, вот... Она сама... Блошинки, да, она как бы возбуждает уже в некотором роде какие-то ассоциации, какие-то мысли и так далее. Я не знаю, как люди относятся к этому, ко всему, но ведь я это покупал не для личного пользования, а... И это... То же самое, по большому счету, это общественное пространство, да, и с этими вещами мы сталкиваемся постоянно, да, на улице, на всех улицах. Дом, которому 200 лет, он несет точно такой же для тебя такой же заряд, как и... как и тетрадка, да? Особенно в нашем регионе, где людей могли там арестовывать, могли расстрелять в подвале. Конечно, конечно. И совершенно неизвестно, почему мы идем вот в данный момент. Может быть, в какой-то пустыне есть место, где, которое не заряжено никакой историей, да? Но если здесь покопаться, особенно, мне кажется, вот восточная Европа, она вся... Кричит. Да, она же... Столько всего происходило за все время. Это же постоянный какой-то плавильный котел, в котором сталкивались различные... И вот эти вот слои исторические, они тут просто друг на друг лежат, смешиваются. И если... А если уж знать о какой-то истории, то тут каждый, мне кажется, квадратный сантиметр просто вопиет о том, что здесь было. Скажи, пожалуйста, что происходит с посетителем выставки? Вообще, каков алгоритм? Как ты приглашаешь к открытию этого шкафа? На самом деле, человек, мне кажется, должен сам для себя открыть то, как он должен с этим... Своим внутренним шкафом. Да. Как он должен с этим взаимодействовать. Возможно, кому-то... Ну, во-первых, всем выдаются фонарики. Шкаф стоит в темной комнате. То есть, мало того, что он скрыт, как бы закрыт, да, и снаружи практически ничего не видно. Он еще стоит в темной комнате. И он черный. И он черный. И, в принципе, увидеть его можно только по большому счету с фонариком, потому что те отблески, которые дает стандартный свет, который есть на выставке, вот, он практически не дает. Он дает увидеть пятно света перед шкафом, да, и большую-большую тень, которая перед нами стоит. Но что это за тень, по большому счету, понять невозможно. Только приложив какие-то усилия, да, можно увидеть, что в принципе там что-то вообще присутствует. А дальше человек может действовать на самом деле как угодно. Он может обойти этот шкаф и уйти. Может, я не знаю, если ему хочется залезть внутрь, да, вообще, и вообще, ну там, усесться сам, как он там, может просто разглядывать его, да, может, а может, например, открыть створки и сесть рядом на стул, да, и просто там посидеть, повспоминать, там, выключить этот фонарик, если у него есть какая-то свободная минутка, может быть, что-то, что-то вспомнить. Я не знаю, как люди будут реагировать, и мне кажется, любой из этих, любой из этих вариантов взаимодействия, он имеет право на существование, и говорить, что вот эту выставку надо смотреть только вот таким вот единственным образом, это как минимум неправильно. То есть нет какого-то одного алгоритма? Нет, нет, нет одного правильного алгоритма. То есть для каждого это может быть что-то свое. А кто-то может просто-просто там заглянуть, увидеть какую-то одну, одну какую-то вещь, да, и сказать, мне противно, и уйти. И я не считаю, что это будет неправильная какая-то реакция на выставку. А на реакции может быть абсолютно любой. В каталоге выставки ты задаешь вопрос, который по сути дела адресуешь посетителям выставки. Может, пора вынести их на свет? Их подразумеваются, видимо, эмоции или воспоминания. вынести на свет это, во-первых, достаточно большой акт мужества и по отношению к самому себе и особенно в восточноевропейских обществах, да, которые, как правило, желают видеть и слышать то, что им приятно. И им неприятны во многом воспоминания, другие, альтернативные, конфликтующие. Потом вынести на свет, иногда ведь на свету может быть что-то разрушено, может быть, что-то распадется, может быть, что-то поблекнет и исчезнет. Почему необходимо, по-твоему, выносить? То есть, это приглашение к... Ну, вот ты сам же сказал, это приглашение, это не приказ. Поэтому может быть пора, может быть, а может быть не пора. Ты сам приподнимаешь вот эту занавесочку, мы даже в конце катастроф, да, если даже музейные какие-то вещи, которые мы обязаны хранить в определенных условиях, но если их никто никогда не увидит, то нафиг они нужны, по большому счету. Да, по сути дела не умирает это хтор. Да, ну, даже, ну, возможно, при умирании она даст больше пользы, чем вот эта какая-то вещь, чем находясь в замкнутом каком-то пространстве, полностью закрытом. Вот, например, один из предметов, на которых были нарисованы вот эти иллюстрации для выставки, да, это бумага, которая была найдена в подвале в Питере во время какого-то ремонта безумного, и она, да, она долгое время лежала в нем, и когда на нее смотришь, и вот пока она там лежала, да, она была, она в идеальном смысле, ни морщинки не было, она была вот абсолютно вот такая, там была достаточно сухо, достаточно, достаточно темно, и она как-то вот лежала, но стоило ее вытащить на свет и какое-то время подождать, и она, она начала рассыпаться, но много ли пользы она принесла там, лежа в подвале, да, но мне кажется, не так много, а, ну вот, например, сейчас она там в одной выставке, в одной выставке принимает участие, там, несколько раз я ее использовал в качестве там текстуры для каких-то своих работ, да, еще для чего-то, но мне кажется, она сейчас претензий чуть больше пользы. Еще один вопрос связан с тем, что выставка, это насколько мне удалось подглядеть, она мультимедийная по своей сути, поэтому в ней участвовал целый ряд людей, твоих коллег и других художников, я думаю, что пришло время, может быть, их упомянуть. Да, конечно, ну, я бы не сказал, что она прям мультимедийная, мультимедийная. А музыкальный сопровождение. Мультимедийное сопровождение есть. Я думаю, о нем стоит сказать отдельно. Да, конечно, ну, все-таки мультимедийность, это, мне кажется, более широко, да, какая-то, все-таки у нас есть два направления, вот они друг с другом связаны. Вот. Да, я считаю, что неполной была бы атмосфера выставки, если бы мой друг, выступающий в данном проекте под псевдонимом Reversed Universe, он же Дмитрий Дедов. Мы все слышали. Из Ярославля, не написал часовую композицию, двучастную, двучастную, да, в которой, которая отлично, мне кажется, передает вот то настроение, которое должно быть выставить мне. Ну и тут, конечно, вопрос, эти самые части разные, и непонятно, в какую часть вы попадете, когда придете, да, и у них немножечко разное настроение, немножечко разные звуковые эффекты, и возможно, это тоже каким-то образом повлияет на восприятие человека, который будет это все воспринимать. Также я хотел бы сказать большое спасибо Алене Линос, которая сделала замечательный буклет совершенно к выставке, в котором все написано, как в принципе можно вообще с этой выставкой обращаться, да, общаться. Вот. И Ваня Арли, который сделал для нее плакат. Вот. Большая команда. Упомяну только то, что выставка это предваряет или скорее открывает вторые реческие беседы, это молодежный культурный форум, который пройдет в Риге с 8 по 10 ноября, и на самом деле воспользуюсь может быть этой возможностью для предварительного анонса 7 ноября вечером в 20 часов в мемориале Жанис Липки, где все еще будет доступна выставка, которая длится до 31 мая следующего года. Вы, уважаемые радиослушатели, сможете посетить ее также во время ночи музеев. Так вот, 7 ноября в 20.00 в мемориале Липке пьесу «Мама» Аси Волошиной тоже на тему травмы и воспоминаний будет читать знаменитый на самом деле режиссер с мировой известности Юрий Бутусов, так что приходите, пьеса будет звучать на русском языке и рижские беседы открываются в этом году в октябре 16 октября выставкой Даниила Вяткина. Даниил, буквально у нас осталось полтора минуты. Планы, будущие проекты в области книжного дизайна здесь в Латвии? Ну вот сейчас мы планируем выпустить книгу о французской революции. Вот. Мне кажется, будет это очень интересный проект, потому что у книги будет несколько необычный форм-фактор. Вот. Она будет сделана в форуме собственно того предмета, который у нас больше всего ассоциируется с французской революцией. И с ее ужасами. Да. То есть, собственно говоря, с ножом гильотины. Вот. А как это все будет выглядеть, вы, я думаю, увидите в январе. В январе следующего года. Данил, большое спасибо. На этом беседа наша подошла к концу. И спасибо тем, кто нас слушал. Напомню, что сегодня мы беседовали с петербургским дизайнером, книжным дизайнером и художником Данилом Вяткиным, который здесь в Риге 16 октября этого года открывает свою новую выставку в шкафу. Нам всем есть что скрывать. Большое спасибо за вопросы. Родиона Золотарева за техническое обеспечение нашей беседы и добро пожаловать на выставку, которая продлится до 31 мая следующего года. Большое спасибо всем за внимание и до свидания.